Здравствуйте! Персона Града сегодня писатель, драматург, обладатель престижных литературных премий Владимир Лицкий. Здравствуйте! Еще раз спасибо, что пришли к нам в студию. Я сразу расскажу, что ваше прибытие в Орел связано с премьерой, с большим событием для театрального мира Орла. Так скажу и буду права, потому что город наш театральный. В вашей премьере открывается новый 39-й сезон Театра Свободное Пространство. Мы сегодня не в прямом эфире, мы выходим в записи, поскольку всего два дня у вас есть на то, чтобы увидеть все то, что было сделано по вашей пьесе, увидеть спектакли. Поэтому обсуждения конечного продукта сейчас не будет, а мы будем в целом говорить о пьесе и о ваших ожиданиях от того, что происходит здесь в Орле. Прежде всего, вы реализовались уже на телевидении, в кино, вы пишете сценарии, вы пишете книги, и сейчас театральная вот эта ступень, это, как я понимаю, новый некий уровень. Ну да, конечно, для меня это первая пьеса, поставленная на театральной сцене, хотя на самом деле в активе, что называется, у меня уже 10 драматургических опытов, и часть из которых также получила престижные награды на драматургических конкурсах, но вот постановка первая, и буквально через две недели будет такая же премьера в Москве, в Театре Школы Современной Пьесы у Рахильгауза. Спектакль называется «Дурочка язык» в 2014 году, как раз в прошлом году, действующие лица, вот такая премия была присуждена вам. А вот всё-таки волнение ваше связано с тем, что поставят не так, как вы это видите, потому что, может быть, зрителю будет тема неинтересна, скучна, неактуальна, или потому что это провинция? Ну, если говорить о волнении, то, если честно, я вообще не волнуюсь, потому что знаю, что режиссер Александр Михайлов замечательный художник, замечательный профессионал, и я точно знаю, что он создал прекрасную постановку. А вы видели прежде его работы? Прежде его работы я не видел, видел, полностью не видел, видел отрывки его в сети, отрывки его спектаклей в сети, но достаточно много прочёл о нём, и знаю, что человек суперпрофессионал и плохо сделать не может. Ну, и также расскажем, что Александр Алексеевич Михайлов художественный руководитель, занимался постановкой Александра Солопова, режиссёра, и Мария Михайлова, которая занималась сценографией. По поводу самой пьесы. О чём в ней вы говорите с читателем и со зрителем теперь уже, самое главное? На какие темы вы говорите? Сложно так определить, конечно, но я думаю, что это история о всех нас, это такая, может быть, отчасти фантастическая история, в то же время она очень жизненная. История о современном маленьком человеке. Такая же история, которую писал в своё время, не знаю, Чехов, может быть, Гоголь. То есть, суть истории именно в том, что рассказывается о обычных людях, которые живут с нами рядом. Ну, история, конечно, немножко такая необычная. Не очень обычные люди, потому что... Не очень, да, не совсем обычные люди. Горб, бывший заключённый. Да. И дурочка, которая... Дурочка не от того, что она глупа, а потому что была травма, и это диагноз дурочка. Ну, да. Ну, и в названии пьесы всё-таки звучит некоторая ирония, потому что, конечно, она никакая не дурочка, а вот действительно что-то там у неё немножко с головой. Но мы сейчас начнём пересказывать сюжет. Ну, не будем. Не будем. Хорошо. А вот эта тема маленького человека, она актуальна сейчас? Ну, конечно, актуальна. Самое главное, о чём нужно говорить? Да, ну, конечно, мы живём в мире людей. Естественно, я считаю, что обычному зрителю, который также, в моём понимании, является маленьким человеком, как и мы с вами, интересна история фактически о себе. Несмотря на то, что персонажи как бы немножко из параллельного мира, всё-таки, тем не менее, они имеют прямое непосредственное отношение к нам с вами и ко всем остальным, кто вокруг нас. У них есть чувства, они хотят любить. Естественно, конечно, да. Деньги и всё прочее, всё есть. А вот эти проблемы, которые вы затрагиваете, они сейчас есть в обществе, их много. Они решаемы? Понятно, что ваш материал заставляет задуматься. А как исправить? А что делать? Ничего не делать. Какое-то решение есть? Никаких решений нет. Я как драматург, как писатель просто отражаю существующую действительность и показываю то, что вокруг меня, то, что мне удалось увидеть, подсмотреть. Иронично. И иронично в том числе, и может быть, с каким-то юмором, и может быть, с какой-то скрытой трагедией. Почему? Потому что в нашей жизни, естественно, соседствуют и комедии, и трагедии. Кстати, жанр пьесы определён мною как трагикомедия, хотя режиссёр видит её как милосердную комедию. Но в моём понимании всё-таки это трагикомедия. И не случайно я уже слышал, что люди, прочитавшие или увидевшие эту пьесу, вначале смеются, а в конце плачут. И это и есть наша жизнь. Ваше решение как литератора было таковым, что вы, ну это не инновация, но не многие так поступают, вы не наделяете именами ваших героев. Их всего три, они понятны, остро прописаны, со своими характерами. Почему у них нет имён? Ну не знаю зачем, это просто может быть такое обобщение. Ну назову я героя Ваней, а героиню Машей. Появится конкретика, и уйдёт обобщение. Вот и весь ответ. Вы человек, который состоялся всё-таки в кино ещё, вы писали сценарий, вы снимали. То есть, как я понимаю, у вас есть совершенно чёткое мнение и видение того, как ваш материал должен быть поставлен. Но это очевидно, по-другому не может быть. Вы не опасаетесь того, что ваши взгляды не совпадут? Взгляд драматурга и режиссёр. Но вы тоже режиссёр. Да, конечно, может быть, если бы я сам ставил эту пьесу, я бы ставил её в определённом ключе. Но я считаю, что не стоит отнимать хлеб у режиссёров. И если будет когда-нибудь поставлено 10 пьес или 20 пьес, будет сделано 20 или 10 спектаклей. И я думаю, что все они будут разные. Потому что всё-таки каждый режиссёр привносит в спектакль, в конечный продукт, свою индивидуальность. Конечно, я что-то основное закладываю в текст, но интерпретация – это уже дело режиссёра. Не будет вас это обижать? Абсолютно. Потому что это известный факт. Вот вы уже упомянули о Чехове. А ведь когда он приходил в театр, чтобы посмотреть свои постановки, он просто восставал. Актёры несут чушь, не понимают, что вообще происходит. Неправильные роли распределены и так далее. Ну, вы не будете просто зрителем, очевидно. Ну, конечно, личностное восприятие будет присутствовать. Я просто хочу сказать, что если режиссёр будет ставить концептуально, правильно, согласованно с моим текстом, то всё нормально, нюансы меня уже не волнуют. Если же режиссёр попытается изменить концепцию или какие-то внутренние ходы, внутреннюю драматургию, тогда, конечно, допускаю, что мне это не понравится. И, допустим, даже если режиссёр поменяет название, это будет серьёзно. В одном театре мне предложили постановку этой пьесы под названием «Любовь без границ». Это абсолютно противоречит замыслу. И вообще это название мне кажется очень банальным и даже в некотором роде пошлым. А разрушает замысел. Что на театре ещё вас возмущает? Что вы не приемлете? И здесь, если это будет в этой постановке, вам очень не понравится и рассердит вас. Есть такие вещи? Меня театр вообще никогда не возмущает. Вы одинаково и на Серебряникова пойдёте, да? Я с удовольствием пойду и на Серебряникова, и на кого угодно. Я просто признаю разнообразие мира. И в том числе театрального мира. Поэтому мне всё интересно. Нет, но это очень важный момент. Если сейчас вот в этом спектакле выйдет на сцену режиссёр и начнёт рвать декорации, как это бывает в экспериментальных каких-то вещах, вы это как воспримете? Сложно сказать. Если не будет ничего вопиющего, что называется. А что для вас вопиющего? Вы говорите, что вы принимаете театр любым. Любые спектакли ходите. Да, любым. Но существует авторская концепция, правда? И вот если режиссёр начинает отступать от авторской концепции, то это плохо. Потому что всё-таки ты как индивидуальность, как личность, как автор, пытаешься что-то своё сказать. Если режиссёр пытается интерпретировать, ну там, не знаю, Гамлет, Три сестры. Ну, давайте мы о вашей пьесе будем говорить. Есть характеры, да, остро прописанные. Да. Есть сценография, которую вы тоже очень чётко очерчиваете. Детально я могу даже сказать. Вот, то есть, а что вам не понравится? Когда что будет нарушено? Ну, если этика будет несоответствовать, что называется, моему замыслу, а всё остальное ради Бога. Этика? Ну да. Например, мне не понравится, если на сцене будут воспроизведены какие-то интимные детали. Я не пританен, я могу принимать и в кино, и в театре всё, что угодно, в том числе и интим. Если только это соответствует авторскому замыслу. В данном случае этого нет. У вас выключен свет. Да, как бы выключен свет, да. И не потому, что мне это не нравится, а потому, что просто разрушит замысел. Идея этой пьесы в совсем другом. В чём? Пьеса о любви. Пьеса о любви, о том, что любой человек может и должен любить. Даже такой инфернальный, как мои персонажи. А интимная сцена, она разрушит этот замысел? Думаю, да, откровенно я разрушит. Не поработает на идею. Да, её надо сделать, может быть, надо, но её можно сделать красиво, тактично, ведь можно описать всё, что угодно по-разному, в том числе и это. Премьера состоится в театре, который, грубо скажу, провинциальный, а смысл-то общий такой в том, что столичные подмостки не могут себе позволить какие-то решения смелые и инновационные в плане света, в плане механики сцены. И вот в этом смысле ваша пьеса, мне кажется, очень подходит как раз к таким сценам, которые не очень приспособлены для каких-то эффектных, зрелищных вещей. Но глупо, наверное, рассчитывать на то, что вы писали как раз для таких театров. Это же как-то не амбициозно, получается. Да нет, амбиции здесь ни при чём. Я с удовольствием посмотрю пьесу и эту, и все другие мои пьесы, с удовольствием посмотрю в любом театре, в том числе в каком-нибудь народном, студенческом, самодеятельном. Конечно, почему нет? Нет разницы где? Для меня нет никакой разницы, абсолютно. Я сам начинал когда-то в театральной студии в Москве, и выступал на сцене, и режиссировал так же. И это так же интересно, я имею в виду студийная сцена или какая-то полупрофессиональная сцена, это так же интересно, как и профессиональный театр. Почему нет? Люди разные, и разные люди воспринимают искусство на разных уровнях. Новая драма, такое слово, и оно такое понятие, подразумевает, наверное, наличие каких-то новых решений сценических, потому что герои говорят на другом языке, и сценический язык, он тоже должен быть другим. Вот ждёте нечто новое, каких-то экспериментов, и как вы вообще видите себе то, что будет происходить? Вообще на театре или... В этой пьесе, постановке в Орле, да. Там как бы сам текст пьесы не предполагает каких-то особенных сценических решений. Другие пьесы у меня предполагают цирк, буфонаду, эстраду, всё что угодно. А это такая локальная история, у которой не нужны внешние эффекты. Там все эффекты в чувствах, в посыле к зрителю. Вот и всё. Премьера на сайте Театра Свободного Пространства, она анонсирована как мировая. Ну, в этом есть правда, потому что это первая, во-первых, театральная постановка этой пьесы, и у вас вообще театральный дебют. Не смущает ли вас то, что это даже будет не в театре происходить, а на сцене дворца пионеров и школьников? Это очень хорошее здание, мы недавно реконструировали, всё очень красиво. Но всё-таки это не театральные подмостки. Ну, просто судьба так сложилась, так карты легли, что наш театр сейчас на ремонте. Естественно, премьера будет на другой сцене, но со временем она перейдёт в основное здание. Ничего страшного. А мои воспоминания будут всё равно прекрасными. Спасибо вам большое, благодарю вас за интервью. Мы желаем успеха спектаклю, успеху вам как драматургу. По всему понятно, что вам хотели, наверное, угодить. Очень сильный актёрский состав. Я думаю, что вы будете впечатлены и запомните эти дни, проведённые в Орле. Спасибо большое за интервью. Спасибо, Вика. Спасибо зрителям. Это был писатель и драматург Владимир Лицкий. Спасибо. Спасибо. Спасибо.